Сергей Альбертович Да, Иван, здравствуйте Отлично вас слышу, соединились с вами Добрый вечер, Сергей Альбертович Рады вас слышать Вот, сразу задам вам вопросы Чтобы потом не перебивать, что сегодня происходит Кто за этим стоит Вы где-то год назад у нас выступали И говорили, что вот этот каток будет по Украине кататься Будет одна страна в наступление А потом вторая в наступление Им будут подкидывать какую-то военную технику И так вот этот каток будет кататься И что сегодня получилось То и получилось то, что вы сказали Как так, Сергей Альбертович, вы что там, в будущее летали Или что? Короче, даю вам слово Иван, вот с нашего Прошлого разговора Уже прошел месяц Ну и случилось много событий Но главных, пожалуй, два Это Взятие Бахмута О чем объявил Пригожин И взрыв плотины Каховского водохранилища Вот первое событие произошло 20.05.2023 Складываем 20 плюс 05 плюс 20 плюс 23 Равно 68 Так же, как и в датах начала СВУ и двух мировых войн Опять каббалистика Дата взрыва плотины 06.06.2023 6, 6 и два раза по три Настоящий герой времени Три шестерки Опять откровенная каббалистика То есть Осуществляется каббалистическое управление Причем обеими сторонами конфликта Возникает вопрос Откуда осуществляется управление? Ну вот Некоторое время назад Президент Лукашенко Сказал следующее Одно распоряжение из США И конфликт будет остановлен Это означает, что обе стороны конфликта Слушают команды из США Вот Что это за силы? Каббала, как известно Основа масонства США очевидно масонское государство Вот Но внешнюю политику штатов Определяет, по сути дела Лишь Две Из большого числа масонских организаций Так Первая Имеет название Череп и кости Это Наименее Кровожадная Я бы сказал Наиболее Демократичная Из тех Организаций О которых я скажу Это своеобразное Студенческое братство Которое у них Растягивается на всю жизнь Ну При этом Неофиты проходят Через довольно странные И страшные обряды Возникла организация В 1833 году Приельском университете Члены ее были Выходцами Из аристократии Протестантами Причем Англосаксонского Происхождения Но Было требование Претендент Должен быть Лидером Своего кампуса Ограничений Ограничений На национальность У них нет Это могут быть Англосаксонцы Немцы Ирландцы Шотландцы Евреи Либо люди Другого происхождения Ограничений Буш имеет немецкое происхождение Кэрри Еврейское Фамилия Кэрри Вымышленная Оба Одновременно Выдвигались На должность Президента США Победил Как известно Буш Кстати Половая Ориентация В этом Обществе Также не имеет Большого Значения Но даже Если президент Не выпускник Ельского Университета Система Сдержек И противовесов США Работает таким Образом Что Представители Черепа И костей Входят В правительственные Органы Вот сейчас Член черепа И костей Джек Салливан Советник Байдена По национальной Безопасности Его позиция По вопросу Российско-Украинского Конфликта Миролюбивая Закончить Боевые действия И приступить К урегулированию Конфликта Сегодняшней Правящей Верхушке Такая позиция Не нравится Ну и Говорят Что его могут Скоро Отправить В отставку Курсы Ельского Университета Как известно Оканчивал Навальный Почему он Сейчас сидит И почему Не помогло Влияние Черепа И костей Я Дам свой Ответ Позже Ответ Будет Неочевидным Вторая Масонская Организация Это Орден Сыновья Завета Была Организована В середине 19 века На обломках Баварских Иллюминатов Евреями Немецкого Происхождения К началу Люди Войны В тринадцатом Году Был одним Из главных Организаторов Федерального Резерва США И в том же Году Организовал Так называемую Антидеформационную Лигу Антиклеветническую С целью Контроля Над прессой В 1914 Основал Организацию Джоинт Которая Как известно Пыталась В двадцатых Годах Создать Крымскую Калифорнию Он был Одним Из главных Организаторов Первой Мировой Войны Конфликтовал Так же Как и Главный Банкир Мира Эдмунд Ротшид С лидерами Сионистской Организации Но Одобрил Перемещение Штаб-квартир Сионистов В Лондон В 1917 Году А до революции Он финансировал Эсеров В России И он Объявил Крестовый Поход Против России Которую Считал Антисемитской Страной Финансировал Временное Правительство Керенского Одновременно Финансировал Троцкого И с помощью Сыновей Завета Подготовил Для Троцкого Около Трехсот Русскоязычных Революционеров Вот спрашивается Почему Октябрьская Революция Была Практически Бескровной А потому Что Керенский Троцкий Финансировались Из одного Источника И Керенскому Было Просто указано Передать Власть Троцкому С Лениным Ну Шиф Известно Также Дал Приказ Свердлову Казнить Царскую Семью Ну Ритуально Была Убита Семья Двойников Николая Второго В двадцатые Годы Главным Действующим Лицом Сыновей Завета Становится Рузвельт Который Был Избран Президентом В тридцать 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 Он С помощью Банкиров Осуществлял Финансовую Накачку Германии За счет США А в Штатах Ввел Совершенно Людоедские Законы Цель Состояла В подготовке Второй Мировой Войны Он Же Организовал Провокацию В Пёрл-Харбор И тем самым Верх Штата В войну С Японией Вот А с конца 70-х Голодов Главой Сыновей Завета Становится Генри Киссинджер Протеже Дэвида Рокфеллера Выходец Из Германии И сын Равина То есть Он имеет Левицкое Происхождение Теперь Он Почетный Глава Сыновей Завета И по-видимому Единственный В мире Столетний Политик Вот Сыновья Контролируют Такие Организации Как ЦРУ Агентство Национальной Безопасности Совет Национальной Безопасности Контролируют Прессу Интернет Через Антидеформационную Лигу А также Что Немаловажно Контролируют И направляют Голливуд Сыновья С Ельцином Кстати Кейсинжер Встречаться Не захотел Проект Путин Продолжается И после Ухода Настоящего Путина Со сцены В 2007 Году Проект Выгоден Как США Так И Российской Элите Кейсинжер Выдвигал Как минимум Три Плана Урегулирования Конфликта На Украине Причем Вполне Реалистичных Песков Сказал Что Мы Внимательно Будем Излучать Предложения Господина Кейсинжера Но На этом Все Закончилось Вот Теперь Об Особенностях Этой Организации Организация Политическая Но Одновременно Религиозная И Каббалистическая В ней Преобладают Демократы Но Сам Кейсинжер Республиганец А Демократ Бжезинский В свое Время Был Главным Политическим Идеологом Сыновей А также Главным Идеологом Нового Мирового Порядка Организация Пропагандирует Настоящую Мужскую Дружбу Любили Такую Дружбу И Фрейд Глава Австрийского Отделения Сыновей И сам Киссинжер Ну А поскольку Организация Каббалистическая То в ее Установках Работает Не Тора А Талмуд И Каббалистические Книги А это Означает Что Библейский Принцип Око За Око Зуб За Зуб Он же В Риме Был Принципом Толеон Усыновение Работает Даже За небольшое Оскорбление Иудея Положена Смертная Казнь Причем Правило Распространяется Даже На потомках Виновного И даже На целое Государство Которое Притесняло Евреев А поскольку Они Подвергались Притеснениям Почти Во всех Белых Христианских Странах То Смерть Положена Всему Белому Населению Об этом Недусмысленно Заявлял В свое Время Зигмунд Фрейд А затем Глава Антидеформационной Лиги Абби Фоксун В чем Речь Его Закончила С бурными Абладисментами Ну В первую очередь Подполагается Уничтожать Белое население За счет Сокращения Рождаемости Войн Ну И заселение Европейских Стран Мигрантами С юга А теперь Я Отвечу На ваш вопрос Иван Который вы задали Примерно Две недели Назад Зачем Англичане С американцами Сравняли Дрезден С землей В 1945 Году Помните Вы об этом Говорили Ведь Военной Необходимости В этом Совершенно Не было Ну Вопрос Этот Давно Был Исследован Дело В том Что В Дрездене В 1882 Году Был Проведен Так называемый Антисемитский Конгресс А бомбардировка Была Организована Рузвельтом И Черчиллем Сразу После Ялтинской Конференции Это была Ритуальная Месть Дрезден Вот Надо Сказать И о главной Причине Гонений На Евреев В Европе И о Так называемых Еврейских Погромах Причина Вовсе Не в Ростовщичестве Не в Жуничестве Не в Захвате Ими Торговли Простые Евреи Вообще Были Совершенно Безвинными Жертвами Главная Причина Я думаю Вы понимаете Это Похищение Детей И ритуальное Жертвоприношение Это На самом деле Атрибут Кабалистической Магии Эффект Который Этим Занимался Кстати Продолжает Заниматься Вот Поэтому Вопрос Есть Множество Расследований Например Такое Расследование По заказу Полиции Провел Владимир Иванович Даль На территориях Польши Украины И Беларусь В своем Расследовании Он Приводит Порядка Сотни Случаев Ну Конечно Антидеформационная Лига Объявила Все это Клеветой Причем На весь Еврейский Народ Так называемым Кровавым Наветом Но Еврейский Народ Здесь Совершенно Ни Причем А что Такое Бомбардировка Хиросимы Нагасаки Это Месть За Пёрл Харбор Провокацию Которую Кстати Организовал Сын Завета Рузвельт А что Такое Чернобыльская Диверсия Которую До сих пор Считают Аварией Это Месть За Так Называемый Антисемитизм Украинцев Начиная С Богдана Хмельницкого Об этом Очень Убедительно Рассказывал В своих Книгах Эдуард Ходес И то Что Что сейчас Происходит На Украине Это Так же В значительной Степени Месть Ну и Теперь Мы переходим К третьей Организации Которая Является Можно сказать Самой Каббалистической Ее название Происходит От трех Верхних Сефир На дереве Сефирот Хохма Бина Даат То есть Мудрость Понимание Знания Название Этой Организации Наверное Все знают Так что Будем Членов Этой Организации Называть Лучше Не шляпами А мудрецами Вот По Первой Верхней Сефире Кстати Эти мудрецы К известным Протоколам Никакого Отношения Не имеют Протоколы В течение Несколько Десятилетий Правились Во французских Масонских Ложах И Их основой Были Документы Баварских Иллюминатов Идеология Основана На Талмуде Каббалистических Книгах И книге Танья Ну У них Работает Так называемый Институт Цадиков То есть Религиозных Авторитетов Или Вождей Так вот Организация Это возникла Как ответ На гонения Иудеев Со стороны Богдана Хмельницкого И ставила Своей целью Месть За эти Гонения Месть Украинскому Народу А затем Месть Царскому Правительству И русскому Народу За Погромы И притеснения Вот А при Сталине За Антигосударственную Деятельность Руководство Мудрецов Во главе С Шестым Любавичевским Рыбой Было Депортировано Они Осели В Польше А дальше Их Переправил В Нью-Йорк Адмирал Канарис Греческий Еврей По непосредственному Распоряжению Гитлера А чего Спрашивается Такая Забота Гитлера Об этих Мудрецах Дело В том Что Гитлер Правнук Основателя Династии Ротшильдов Майера Амшеля А отец Майера Учился Кабале У Любавичевских Хасидов И обучал Этому Сына Кстати Известно Письмо Гитлера К австрийским Ротшильдам О просьбе Переехать Швейцарию Что Все Будет Сделано Идеально За счет Германского Государства Так И было Сделано Известная Переписка Гитлера С главой Династии Ротшильда В того Времени Эдмундом Ротшильдом Его еще Звали По-французски Эдмоном Де Ротшильдом Так вот Эдмунд Ротшильд С помощью Гитлера Подготавливал Вторую Мировую Войну А С 1951 Года Организацию Возглавляет Уже Седьмой Любавический Рэб Менахом Мендель Шнерсон Он Умер В 1994 Году Еще При жизни Правда В парализованном Состоянии Был Провозглашен Машахом Штаб Квартира Находится У них В Бруклине В Нью-Йорке Ну Об этой Организации Написал Несколько Книг Эдуард Ходос Мне нет смысла Пересказывать Отмечу Только несколько Моментов Ходос Рассказывал О письме Любавище Как Сыновья Завета Она Определяет Идеологию И внедрилась в управление Рядом стран Прежде всего США Украины И России Руководит Мудрецами В России На Украине И вообще Во всем Так называемом СНГ Один человек Бер Лазар Значит Ученик Седьмого Любавище Скаврэбит Ставит Организация Своей целью Воссоздание На территории Украины И части Территория России Новой Хазари Обосновалась Она В СССР Во времена Горбачева В организации Состоит ряд Миллиардеров В том числе Украинских И российских Самые известные Представители Мудрецов США Это сенаторы Альберт Гор Который был Вице-президентом И его друг Джо Либерман Так вот Еще летом Девяносто первого Года Либерман Заявил Что СССР Распадется В декабре Девяносто первого Года Так и Произошло Даже Было Выборно Символическое Место Для встречи Ельцина Кравчука И Сушкевича Белая Вежа А Белая Вежа Или Саркел Был главным Форпостом Хазари Сейчас Саркел На дне Цемлянского Водохранилища Членом Членом Организации Является Миллиардер Джаред Кушнер Зять Трампа Кушнер Также был Советником Трампа Мудрецом Является Теперешний Госсекретарь Энтони Блинкен Его позиция В отношении Российско-Украинского Конфликта Жесткая Украина Должна вести Войну До полной Победы То есть фактически До последнего Украинца Мудрецы Организация Которая Уважает Настоящую Мужскую Дружбу Это часть Тих ритуалов При этом Седьмой Любовичевский Рэб Призвал Мудрецов Иметь Как можно Больше Детей Подробности Читайте У Ходоса В сети В позапрошлом Году Выкладывались Ролики Из Вильямсбурга Это Хасидского Района Или Если хотите Района Мудрецов В Нью-Йорке Это Город в городе Кстати Вот Вильямсбург Это Просто Район Бруклина В Нью-Йорке Тогда Свирепствовала Борьба Со страшной Чупакаброй Все Позакрывалось Улицы Были Полупустые Ну а Кто Выходил Все были В наморниках А в Вильямсбурге Шла Активная Жизнь Работали Кафе Рестораны Школы Ну и Синагоги На улицах Было Полно Детей Все Без наморников Передвигаются Кстати Вильямсбурге На Минивэнах Микроавтобусах Ну и Больших Кроссоверах Типа Эскалейда Семьи там Большие Ну а Вместо Смартфонов У них У всех Телефон Раскладушки Равины Запретили Использовать Смартфоны Вот И Постановлением Равинского То есть Хасидского Суда Нью-Йорка Были запрещены Известные Медицинские Процедуры Для молодежи И женщин Ну а Старики Ну если Очень хочется То было сказано Тогда рискуйте Ну Мудрецы Задействованы В самых Разнообразных Бизнесах В том числе В наркоторговле Вспомните Фильм Большой куш С Брэдом Питом Там Хасида Используется Для перевозки Алмазов Наркотиков Ну и других Вещей Которые Запрещено Перевозить Дело в том Что в аэропортах Предметы Религиозного Культа Не досматриваются Вот Причем В этом деле Мудрецы Сотрудничают С РУ Мудрецов Был руководитель Проекта По геофизическому Оружию Нафталий Берг Его называли Наш человек В Пентагоне А седьмой Любовический Рэб Считал Это оружие Новым средством Ведения Войн И оно Сейчас Вовсю Используется Скажем Для создания Засух И пожаров По всему миру Вот А когда Случилась Диверсия На Чернобыльской АЭС У мудрецов Был праздник Рэбби Тогда Вел Обряд Причащения Долларам Со своим Портретом Были Причащены В частности Молодые Билл Гейтс И Бенемин Натаньягу Которым Рэбби Пророчил Пост Премьер-министра Израиля Так и Случилось Через Много лет А в 92-м году Мудрецы Ворвались В зал заседания Верховного совета РСФСР С требованием Возвратить В Нью-Йорк Библиотеку Шнерсона И она Была Там Через какое-то время Возвращена Причем Лично Альберту Гору А затем Мудрецы Стали Обрабатывать Членов Правительства Новоиспеченных Миллиардеров И администрацию Президента После Прихода К власти Путина Берлазар Стал Главным Равином России По Версии ФИОР То есть Это Федерация Еврейских Общин России А Шаевич Главный Равин По версии КЕРОР То есть Конгресса Еврейских Религиозных Организаций Отходит на Задний план Ну А миллиардеры Не захотевшие Присягнуть Лазару Подверглись Репрессиям Это Гусинский Смоленский Ходорковский Не Присягнул Лазару И Березовский Но Судьба Как известно Была Гораздо Хуже Он Был Ритуально Задушен Лазар Называл Себя Личным Равином Путина И Медведево А Их Самих Мудрецами По Видимому Эмблема Единой России С Бафометом И перевернутой Надписью Иисус Появилась Под влиянием Мудрецов Вот А в Начале 2000-х годов В Россию Приезжает Сын Главы Семейства Ротшильдов Эвелина Д. Ротшильда Дэвид И заявляет Что Мудрецам В России Будет Оказана Большая Финансовая Поддержка Вот А теперь Практически Все Синагоги В России И на Украине Под контролем Мудрецов План В кавычках Президент Зеленский Проводит В жизнь Миллиардер И мудрец Коломойский Президент Так называемого Европейского И еврейского Союза Который Был создан Мудрецами Вот Ну а что касается Нашумевшего В свое время Так называемого Плана Шнерсона Фальшивка Это или нет Этот план В России Осуществляется По пунктам Так же И СВО По плану Шнерсона Россия Нападет На Украину Произойдет Выдавливание Из частичного Уничтожения Украинского Населения А далее Военные действия Перекинутся На приграничные С Украиной Районы России И произойдет Отселение Уже Русского Населения На север Когда Писался Этот план Шнерсон Был парализован Значит Это не его план Но это план Мудрецов Возможно Согласованный С ЦРУ И его Подверждает Известное Выступление Коломойского В Хайфе О котором Некоторое Время Назад Говорил Михалков Хотя Это его Выступление Было Удалено Ну и Недавнее Выступление Равинов Вот Этой Организации Даниэля Булочника И Менделя Кисина Ну а Также Известное Выступление Игоря Беркута Булочник И Кисин Прямо Заявили Что Для Украинцев Настало Время Возмездия Сначала Будут Уничтожены Украинцы А затем Их Пособники Русские Прямым Текстом А теперь О Пригожине И взятие Бахмута По Так называемому Плану Шнерсона Необходимо Выпустить Уголовников И создать Хаос Спрашивается С какой Целью За какие-то 10 квадратных Километров Было положено Около 100 тысяч Военнослужащих Это оценка Пригожина Возможно Меньше Но тем не менее Ради чего А теперь Вспомним Иван Про Дрезден А что Такое Бахмут В нем Были Еще до революции Еврейские Погромы Масштабные А во время Войны Массовый Расстрел Евреев В котором Винят Не только Немцев Но и Украинцев Это так Называемый Второй Бабий Яр А другие Города С огромными Разрушениями Это Мариуполь Херсон Николаев Ну частично Харьков Одесса По странному Стечению обстоятельств Это тоже места Еврейских Погромов Только Пострадавших В этих Погромах Славян Почему-то Оказывалось Больше Потому что Против них Выходило Откуда-то Взявшиеся Вооруженные Люди Маловероятно Что все это Случайное Совпадение А значит Все это Акты мщения Так же Как и в Дрездене Теперь Про разрушение Плотины Каховского Водохранилища В сети Был опубликован Ролик Видео С камеры Наблюдения Видно Что Взрывы Произошли Внутри Плотины По большой Длине Порядка 200 метров Это что Украинские Водолазы Уложили Взрывчатку На такой Длине Маловероятно Но Сообщалось Еще В прошлом Году Что Российские Войска Минировали Плотину А вот ВСУ Ее Обстреливали Хаймерсами И Взрывчатка В принципе Могла Сдетонировать Но Кабаристическая Дата Угазывает На то Что Это Спланированный А не Случайный Акт Зачем Военного Интереса Здесь нет А интерес В чем Затопить Территорию И И Таким Образом Зачистить Ее От Славянского Населения Но Есть Еще И Ритуальный Аспект После Потопа Сделать Армагеддон С Применением Тактического Ядерного Оружия Ну И Теперь О Четвертой Организации Самой Главной Так Называемых Хозяевых Денег Во главе С Ротшильдами Они Как будто В стороне Но Именно Они Определяют Главный Вектор Развития Событий Вспомните Обложки Журналов Экономист Где Заранее Были Обозначены И Специальные Медицинские И Специальные Военные Операции А Главный Идеолог Обнуления Клаус Шваб Так Он Просто Член Семьи Ротшильдов Ну И Конечно Возникает Вопрос О Крыме План На Крым Был Вовсе Не у Мудрецов А у Организации Джоинт При Сыновьях Завета Сталин Еще до Войны Принял Решение Прекратить Проект Крымской Калифорнии В 43 Году Он Посылает В Нью-Йорк Делегацию От Созданной Им От Созданного Им Еврейского Антифашистского Комитета Во главе С Актером Михоулсом Михоулсу Дается Указание Ни в коем Случа Не обсуждать Тему Крыма Что Было Им Выполнено Цель Поездки Собрать Деньги То есть Доллары На Покупку Медицинских Препаратов Прежде Всего Пенициллина Который В СССР Тогда Еще Не Производился И Это Было Сделано А теперь Придумали И во всех Энциклопедиях Написано Что Михоулс Якобы Уступал За Крымскую Калифорнию И За Это Его Сталин Убил Откуда Идет Такая Информация От Комиссии Академика Яковлева Которая Как известно Стряпала Фальшивки Против Сталина И Она Заявила Эта Комиссия Что Михоулса С его Компаньоном Театральным Критиком После Посещения Минского Ресторана Отвезли На дачу К главе МГБ Белоруссии Цанаве Там Их Раздавили Автомобилем И Через 2-3 Часа Трупы То есть Примерно В 11 Часов Вечера Привезли На место Вблизи Гостиницы До дачи Было Далеко А дело Было В сильный Мороз И снегопад А в 9 Утра Обнаружили Трупы Занесенные Снегом Причем Снег Был Залит Кровью То есть Михоулсу С музыкальным Критиком Были Сбиты Автомобилем В условиях Темноты И сильного Снегопада И умерли Скорее всего В результате Замерзания Так что Нет никаких Оснований Утверждать Что Михоулса Специально Убили И тем более Убили Из-за Крыма Так что Все Обвинения В адрес Михоулса Так же Снимаются Крым Конечно Имеет Особый Статус Ведь Еще В 91 Году Кравчук Перевел Его Из статуса Области В статус Автономной Республики И теперь Это Вовсе Не Крымская Область В составе России А Республика Крым По планам Озвученным Игорем Беркутом Организацию Новый Хазари И так Называемого Небесного Иерусалима Будет После сокращения Украинского Доселения Примерно До 5 Миллионов А на это Может потребоваться Еще Много Лет Боевых Действий А статус С Крыма По этому Плану Будет Определяться Позже То есть В районе Где-то 2040 Годов Вот так Так что Вот я Вам говорю Сведения Которые Прямо Были Оглашены Никакой Здесь Нет Тайны Никакой Конспирологии Все прямым Текстом Если бы Об этом Знали Российские Украинские Военные То Такой Масштабной Трагедии Бы не Случилось Вот На этом Я И хочу Закончить Вот Обзор Этих И обзор Анализ Вот этих Двух Главных Событий Которые Случились За этот Месяц Поняли Тогда Такой Вопрос Сергей Альбертович Вот Сейчас Такая Информация Что Применяются Уже Вот эти Снаряды С обедненным Ураном И при взрыве Они образуют Такую пыль Это как бы Вроде Не радиоактивная Но тяжелые Металлы Загрязняют Очень сильно Почву Если это Освобождается Территория Для переселения Почему тогда Загрязняется Почва Или это не так Или просто Нам просто Рассказывают Какие-то Небылицы Вот Как вы видите Эту ситуацию Ну 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 все Дело В масштабах Загрязнений Я уже Говорил Иван Что Ведь Диверсия На Чернобыль СКС Тоже Было Ими Провернуто Да Они думали О будущем Разумеется Думали Значит Посчитали Что За десятки Лет Все это Сойдет На нет Ну Действительно Так и Произошло Ну А что Касается Снарядов С обедненным Ураном То Они же Не падают На территорию Будущего Небесного Русалима Во-первых Да Ну И Во-вторых Там До 2040 Или 50 Года Вся Торазиация Тоже Практически Сойдет На нет Все будет Смыто Так что Об этом Они Я думаю Думают Но Дело в том Что Они Даже Не имеют Инстинкта Самосохранения Они не движет ненависть Они могут В этой ненависти Даже делать Всякие вещи Которые Даже Противоречат Их планам Так что В общем Ничего странного Здесь нет Да Вот еще Пишут В комментариях Что Если Территория Освобождается Для Израиля Почему в Израиле И тогда Никто об этом Не знает И никто Не собирается Переезжать Или как Как-то Вот что-то Такое Вот сейчас Написали мне Ну Понимаете Ведь все Операции Готовятся Тайно Или полутайно Если сейчас Израильтянам Об этом заявить То они Будут уезжать Куда-нибудь В Европу И тогда Переселения Такого не будет Поэтому Просто Выжидают Как говорится Лучших Для них Времен Когда Все Будет Подготовлено А когда В Израиле Будет Такая Обстановка Что Придется Уезжать Причем В Украине Будет для этого Все подготовлено То есть Условия Там будут Более Благоприятные Чем в Европе А если Объявить Это сейчас То из Израиля Просто Поедут в Европу Или в Штаты Скажите Вот сейчас Из Ирана Приходят новостью Что в Иране Тоже изобрели Гиперзвуковые Ракеты Уже показали Фильмы Как они где-то В пустыне Испытываются На большой скорости Влетают в землю Там Очень большая Ударная волна Не могут ли Сейчас Иран Использовать Как-то Для этого Что вот видите Иран напал на Израиль Все Израильтянам Надо срочно Переезжать Бежать И так далее Может ли быть Такой сценарий Ну Понимаете Ведь Вот Обстановка Накаляется В течение Многих лет И конфликт С Ираном Уже давно Назревает Да Им все Им все время Пугают Этим конфликтом Да Ну Разумеется Он может Произойти Может произойти Обострение Этого конфликта С применением Даже Вот этих Самых Ракет Но Цель Переселения Всего Израиля Не ставится Речь идет Об эвакуации Какой-то части Населения Ну Это прежде всего Людей Ну Так сказать Светских людей Так что Израиль Израиль Сохранится Никто его Не собирается Уничтожать И полностью Переселять Речь идет О создании Нового Северного Большого Израиля Ведь В Украине Там Почва Считается Наверное Самая лучшая В мире Вообще Вот этот Черноземный Вот это Там есть район Да Полоса Она идет На Кубань Там где Все растет Там приятный Мягкий климат Там нет Такой жары Как в Израиле Да Летом Пекло Такого То есть Ну вот Действительно Что есть Такое подозрение Что эта территория Просто так Сейчас очищается Для Действительно Переезда Все как-то Так Очень Похоже Логично Да Причем Чернозем Это Не главное Богатство Украины У нее Огромные Залежи Полезных Ископаемых И вот По оценке Залежи Этих Полезных Ископаемых По своей Стоимости Всего лишь Примерно В три раза Меньше Чем у России Представляете То есть Соизмеримы Соизмеримые Богатства Там Я знаю Урановые Какие-то Залежи Там Железа Различные Да Добыча Сланцевой Нефти Так что Все в принципе Там будет Разделено Украина Будет Раздербанена Да Где-то Будет Благоприятные Условия Для жизни Ну а где-то Будет Очень плохая Экология Ну Украина Большая Так что Видите Места Хватит Для всего Да Как-то Самое Вот А как Зелен Вот сейчас Приходят Вот эти Всякие Видео Что Просто Сожженной Техникой Массово Вот уже CNN Вот каналы Западные Показывают Тоже Эти Видео Признали Что Действительно Много Брэдли Сожженных Там Леопарды Вот эти Илон Маск Сказал Что Леопард Очень Уязвимый И Короче Дорогой Он Стоит Несколько Раз Больше Чем Российский Т-90 А поджигается Наверное Еще Легче Чем Т-90 Вот И Как Зеленский Солдаты Выступают Украинские Они говорят Вот эти машины Которые должны Разминировать Их в первую очередь Уничтожают Потому что Они первыми Идут И потом Нас Просто посылают На мины Говорят Мы не хотим Но нас Вот отправляют И вот Потом Вот такая Вот сейчас Я показываю На экране Вот это видео Где 12 машин Боевых В одной точке Сожженных То есть Как так Зеленский Вот истинный Славян Посылает На смерть Вот истинный Православный Славянин Так сказать Зеленский Главный Да Как вот Вот вообще Он Что он вообще Делал Он понимает Что он вообще Делает Или он Понимает Что он Потом будет Где-нибудь На острове Сидеть Спокойно Да Разумеется Понимает Ну и цель То стоит Какая Я уже Сказал Сократить Население Украины Примерно До 5 миллионов Ну а мужское Население Можно сократить Еще в большей Степени Чем все Остальное Так что Эта цель И выполняется То есть Мужскому Населению Сейчас пока Не поздно Надо понять Вот эти планы Да И как-то Этому Противостоять Все равно Как Потому что Это по-любому Чтобы ты не делал Это лучше Чем ты погибешь Где-нибудь Это надо Как можно Раньше Понять И украинским Военным И нашим Военным Иначе Все это Продлится Еще много Лет И будет Выполнена Вот эта Глобальная Программа Ну вот так Ну что ж Сергей Альбертович Спасибо вам Огромное Может быть По традиции Что-то от себя Еще добавить И пожелаем Нашим Еще дополним Что мы не озвучиваем Как Не программируем Да А озвучиваем То Чтобы этого Избежать Вот как мне Я ставлю там ЛГБТшные Какие-то В школах Мне говорят Ты ЛГБТшник Поэтому ты их ставишь Я наоборот Ставлю их показать Что делать нельзя Да Это надо Показывать Вот как вы К людям Может быть Обратитесь Насмотрят 9 с лишним Тысяч Лайф Сейчас 9 с половиной Тысяч Вот может быть Что-то Какие-то пожелания Нашим Ну а чтобы Наметить Направление Действия Я еще Говорю Еще раз Который раз Обращайтесь К заявлению Генерала Ивашова От января 22 года Там В общем Все сказано И все проанализировано И все Подтвердилось Все что Говорил Ивашов В январе 22 года Подтвердилось Ну и обязательно Смотрите Недавние Выступления Юрия Мухина Вот И тогда Будет Гораздо Более Понятнее В каком Направлении Надо действовать Вот так Поняли вас Сергей Альбертович Ну что ж Спасибо вам огромное Еще раз Как всегда Очень интересно Держите нас В курсе Будем конечно С вами на связи Регулярно Вас приглашать Материал Можете конечно Использовать У себя на канале Где-то Да Ну что ж Хорошего вам вечера Да Здоровья вам И до следующего эфира Да Спасибо за приглашение И спасибо всем За внимание Вам спасибо До свидания Да До свидания Ну вот ребята Это был Сергей Альбертович Саль Все вы слышали Да Как всегда Позитивный Такой сценарий Но Кто говорит Что вот он Программирует Нет ребята Это надо просто понимать Надо знать все планы Чтобы знать уже Куда вас могут завести Да Если у вас какой-то выбор Там и вы знаете Что там темный коридор Вы знаете Что туда лучше не ходить Или что-то надо для этого сделать Да То есть предупрежден Вооружен Есть такое выражение Вот оно очень Такое было С глубоким смыслом На самом деле Субтитры Субтитры Спасибо за субтитры